Вот вы знаете, на примере Афганистана в очередной раз убедился, что политикам верить нельзя. История знает массу примеров, когда верховный главнокомандующий, по сути, предавал свой народ и бежал. Да чё я глупости говорю? Россия таких примеров знает множество. Нет, мы не станем сейчас их вспоминать и перечислять. Просто хочу обратиться к сумасшедшему ура патриотам и прочим фанатикам. Вот вам, пожалуйста, очередное доказательство моей теории. Запахло жареным, политику мыл руки и бросился на утёк. Причём поражает, как об этом написали российские пропагандисты и даже Википедия. Президент Ашраф Гани находится в изгнании. В каком изгнании? Вы чё опять врёте? По всему интернету гуляют фотографии, как господин Гани обнимает своего заклятого врага, передавая тому власть в стране. Есть даже видеокадры с трапа самолёта, на которых бывший главнюк отбывает изверенного ему государства, предположительно в Таджикистан, и машет на прощание оставшимся ручкой. А в это время в стране хаос и паника. В аэропорту Кабула Давка есть жертвы. На выездах из городов образовались многокилометровые пробки, однако бывшему Верховному на это плевать. Он спасает свою задницу, ну правильно. Люди ведь для этого президентов и избирают, наделяют их определёнными полномочиями, оплачивают комфортные условия проживания и так далее, в том числе для членов их семей. Да, чтобы чуть что, товарищ собрался и умотал, а вы уж тут ребята сами как-нибудь. Это ведь только у морских офицеров есть определённое правило, кодекс чести, если хотите. Капитан покидает тонущее судно последним. Политики по таким правилам не играют. Они приходят во власть, чтобы построить светлое будущее для себя любимых и для узкого круга своих приближённых. Ты простой смертный. Никаким политикам нафиг не нужен. Какие бы сказки эти господа тебе не рассказывали? Через окошечко в иллюзорный мир под названием телевизор, господи. Когда уже вот эта вот элементарная истина дойдёт наконец и до яйцеголовых россиян, говорящих и думающих лозунгами. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин. Это реальная журналистика. Верю, не верю. Тема сегодняшнего выпуска, как продолжение предыдущей программы. Кстати, вот этой. Поехали. Знаю-знаю, кто-то уже сейчас начинает строчить комментарии. Аля, ну что ж ты сюда-то великого кормчего приплёл. Где Афганистан и где царь бункерного типа? Чего ты вообще решил, что солнце Литий точно так же может взять и бросить своих адептов? Вот когда оно случится, тогда и рот раскрывай. Вот только тут, господа, я вам парирую. Во-первых, всегда лучше перебдеть, чем недобдеть. Потому что, ну, если и когда уже всё случится, будет элементарно поздно. Во-вторых, да чё, не было такого ни разу, что ли? Хорошо, давайте снова вспомним историю с повышением пенсионного возраста. Это я, например, пока я президент, говорил нам кто-то на протяжении долгих лет. А чем всё закончилось? Прошу вас отнестись к этому с пониманием. А пандемия? И последующая за этим самоизоляция? Причём термин-то какой придумали? Самоизоляция. Вроде как я сам себя изолировал, Но не совсем так оказалось выходные эти бессрочные. Когда дедушка объявил с сохранением заработной платы. Вот я думаю, коммерсанты-то тогда прикурили. Владимир Владимирович, значит, такой младец, хороший, о здоровье нации. Подумал, ага, вот только за счёт третьих лиц доброе дело человек почему-то сделать решил. Да и потом, когда из каждого утюга крики о помощи посыпались, Мол, господин президент, нам жить не на что. Хоть какую-то копейку подбросьте из того же фонда национального благосостояния. Каким был ответ? С лесными пожарами, в конце концов, Что продолжают уничтожать Сибирь и Якутию. Та же история. Не стану на этом останавливаться. В прошлом выпуске тему поднимали. Зато Б-200 потерпел крушение в Турции. Несколько человек экипажа погибли. Шуму на всю страну. Пропагандисты, блогеры, политики и общественные деятели. Только об этом и куда вшут тут тысячи жертв. Это наши соотечественники. А там кто-то бабло чисто себе на карман стриг. Это ли не подтверждение сказанному мною? В самом начале нет. Политикам до нас никакого дела и не будет никогда. А впрочем, и вот теперь перейду к главному. Мы сами в том виноваты. Мы сами создаем себе кумиров. Как какие-нибудь девочки-малолетки, Которые из рэперов и тиктокеров это делают. А потом вопросы начинаем. Задавайте много раз призывал. Ну еще раз призыву. Не поленитесь уже. Посмотрите мой фильм. Пиар игры с разумом. Он о том, как политики, их луи-пиарщики всех нас дурачат. Их профессия интриги, а результаты их труда скандал. Народ живет по принципу, который был сформулирован классиком все время. Ах, обмануть меня несложно. Я сам обманываться рад. Кто зажигает звезды? Какие инструменты при этом используются? Все, кто действует за рамки уголовного кодекса, им пиарщики не нужны. Когда цель оправдывает средства. Есть конституционное право на бунт. Оно четко регламентировано. Сколько денег вращается в этой сфере? Какова цена популярности? Представьте себе маленькая Камчатка, но когда-то в совокупности все кандидаты на губернаторские выборы потратили 12-15 миллионов долларов. Можно ли сделать публичную персону из простого прохожего? Смотрите в документальном проекте «Игры с разумом». С другой стороны, это же вечная история. Человек так устроен, что ему не нужна никакая объективность. Он хочет слышать то, что хочет слышать. Давайте, наконец, честно. И за путинцы, и те, кто зачем-то называют себя протестниками, в большинстве своем одинаковы. Им просто нужен бог, в которого они будут верить. Одни верят в бога Владимира, другие в бога Навального, третий в бога Платошкина и так далее, и так далее, и так далее. Большинству, повторюсь, не нужна объективная картина. Они не хотят правды хотя бы потому, что правда, она ведь еще и неприятна зачастую. Ну вот простой пример. Смотрю на днях, какое-то болтали тит шоу, типа муть с Малаховым, сидит тетка страшная, неухоженная, тучная, жалуется. Муж от меня ушел, и вся студия ей. Ах, он такой сякой, бабник, мерзавец, все мужики-козлы. Экстрасенс какой-то. Нет, 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 это порчу на нее навели. А самое смешное, что миллионы у экранов телевизоров считают точно так же. Вот только истина кроется в том, что ты посмотри на себя. Ты же на женщину перестала походить, растолстела, обобила, несешь какую-то пугу, поэтому от тебя муж ушел, только поэтому. Не надо искать для себя оправдания, признайся себе в настоящем, и тогда, может быть, что-то в твоей жизни изменится. Кстати, чтобы женщинам было не обидно, там же сидит мужик-опойка. Ой, мне в жизни не везет, начальник на работе не ценит, денег платят мало, баба меня хочет бросить и вновь. Это потому, что все бабы алчные, шлюха. Опять экстрасенс, да нет, порчу на него навели. Хотя правда заключается в том, что все беды этого кекса от водки, от того, что он бухает, постоянно ноет, когда нужно решать проблемы. Вот она правда. Но если я им ее скажу, они на меня обидятся. Им ведь проще тешить себя иллюзиями. Пропорчу, например. Поэтому мы с вами так и живем. Мы все время ищем оправдания собственной бестолковости и своему бездействию, потому что, ну, должен же быть кто-то виноват, что ты ходишь в обоссанных труханах. А может быть, какие-то враги сидят за границей, которые специально все это организуют. Вот и все. А если поменять что-то, да, но все равно из этой затеи ничего не получится. Вот недавно программу делал, в которой объяснял, стоит идти на выборы или нет, и почему бойкот ничего не даст. Половина посмотревших отказались понимать, о чем речь. Именно отказались, не захотели. Завели любимую песню, там уже все посчитано. Голосованием ничего не решить, поэтому, ну, что туда ходить? Хорошо. Давайте еще пример. Теперь совсем на пальцах выше. Вот про толстую бабу рассказал. Вопрос. Как ей похудеть и привести себя в порядок? Правильно. Пойти в спортзал и издеваться там над собой. Другого рецепта человечеству не придумало. И вот теперь самое важное. Ответьте мне. Если она пойдет в спортзал завтра, похудеет ли она к послезавтрашнему дню? Нет. И через неделю не похудеет. И даже через месяц, это очень долгий процесс, полгода-год ей понадобится. Регулярных тренировок, чтобы снова обрести шарм. А сейчас представьте, я ей вот так и скажу, нет, дорогая, через пару дней в зале ты не похудеешь. И она тогда ответит, ну, какой тогда смысл? Туда ходить. Результат от скорого я не получу. А смысл простой, чтобы не терять времени. Ведь рано или поздно до нее все равно дойдет. Помочь могут только физические нагрузки и пот. Она к этому придет. Но потратит на это осознание целую кучу времени, месяцы. Может быть, даже годы, которые могла бы прожить в радости, а не в страданиях. Теперь понятно разъяснил. Друзья, я к чему завел эту шарманку? Никогда никого не слушайте. Ни друзей, ни родственников, ни знакомых, ни уж тем более блогеров. Или телевизор. Живите своим умом. Еще не создавайте себе кумиров. Тем более из политиков. Политик это актера. Хороший актер всегда обмарен. Еще никогда и ничего не ждите. Мол, вот придет к власти Пупкин и все изменится. Нет. Пока ты сам не начнешь трясти булками, так и будешь сидеть в луже. Любое действие всегда лучше бездействия, даже если это действие поначалу кажется бестолковым. Только так рождается гражданское общество. Ладно, переваривайте. А мне еще беседку красить, поскольку если я ее не покрашу, Путин с Навальным этого точно не сделают. И даже Платошкин не сделает. Тя. Это была реальная журналистика. Увидимся, услышимся и очень скоро. Пока-пока.